Модернизация очистных сооружений в деревне Папушево выходит на финишную прямую. Готовность объекта составляет 95%. Сейчас стоки уже переведены на новую линию, будет построенную, и все проходят через нее. Осталось сделать вторую и третью линию, сделать их реконструкцию. До 15 декабря планируется ввести в эксплуатацию цех до очистки. После этого улучшится и качество воды. Сейчас количество взвешенных веществ составляет 8 мг на литр. Согласно технологии, произойдет их уменьшение минимум в два раза. Это вода на выходе, пока. Вот это вот есть пока 8 мг на литр. Потом после фильтра очистки, это очень-очень просто. Вот, например, вот так. То есть мы стремимся к такой вот, да? Это рыбкос называется. Среди новых технологий на чистных сооружениях в Папушеве линия обезвоживания минерализованного ила. Раньше кирк у нас сливался на иловой площадке, и они, соответственно, помню, был запах, собственно говоря, потому что он был не минерализован. А сейчас он минерализован, и вот если понюхать, то запаха нет. Куда мы его потом вывозим? Потом мы его вывозим на полигон твердопытных отходов по договору. То есть мы его потом утилизируем. При этом на месте бывших полей фильтрации в течение ближайших полутора-двух лет освободится площадь для дальнейшего развития территории. Участок готовый либо для какой-то рекреации, либо вот мы тут планируем снегобазу сделать, чтобы нам удобно было снег, здесь вывозить зимой по короткой дистанции. Либо очистные какие-то еще появятся. В общем, земли много не бывает, поэтому мы уж найдем ей применение. После окончания всех работ производительность очистных сооружений составит 7 тысяч кубометров в сутки. Такой мощности хватит на обслуживание территории, где проживают около 10 тысяч жителей. Очень здорово, что вот расширили. Да, и нужно было это сделать, потому что у нас и население поселка растет. И в общем-то, чтобы не было никаких неожиданностей, в общем, хорошо, что сделали реконструкцию, модернизацию КНС нашего поселка. Сейчас на объекте задействовано 64 человека и 8 единиц спецтехники. Реконструкция проводится в рамках программы губернатора Подмосковья за счет средств из регионального и муниципального бюджетов. Брежь Маткова, Наталья Гончарова, телекомпания Одинцова.